Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим, как создавать форму сердца и что с ним можно сделать. В Adobe Illustrator есть основные формы, но формы сердечка тут не присутствуют. Один из самых простых и быстрых способов нарисовать сердечко. Берем с вами квадрат, нажимаем Shift, чтобы получился квадратик. Теперь при помощи черной стрелочки за уголочек хватаемся и с Shift поворачиваем наш квадратик, чтобы он встал на один из углов. Следующим нам потребуется инструмент опорная точка. Смотрите, здесь у нас есть точки. И, соответственно, инструментом опорная точка мы начинаем растягивать. Просто так растягиваю я, видите, оно в разные стороны. Если я нажимаю Shift, то оно у меня равномерно тянется. Вот я Shift растянула в одну сторону и то же самое делаю с другой стороной. Смотрю, чтобы было симметрично. И вот так вот очень быстро и просто я нарисовала красивую форму сердца. Что мы теперь с этим сердечком можем сделать? Давайте сделаем два варианта. Один вариант у нас будет блестящий, а второй вариант будет пушистый. Сначала я подберу цветовую гамму. Она у меня будет состоять из четырех цветов. Я ее соберу сама. Можно взять где-то готовую, если у вас что-то есть на примете. Так, это будет розовый. Вот такой вот красный. Сейчас я ее соберу, чтобы она у меня уже была для работы. Более темный цвет. Совсем светлый такой цвет. Нет, еще светлее. Вот прям процесс работы, как я реально что-то делаю, когда какие-то задания есть. И совсем прям светленький. Белый потом можно будет улучшить. Люблю, когда цвет такой не поросячий, а имеет немножко теплый оттенок. На мой взгляд, оно смотрится мягче. Но это на любителя. Вот у меня получилась гамма. А я ее добавляю в цветовые группы. Так что мне теперь с ней будет удобно работать. Добавился еще белый цвет, потому что он у меня здесь в заливке. И смотрите, первое сердечко, которое мы будем делать с вами блестящим. Хочу его сделать блестящим и объемным. Для этого буду использовать сетчатый градиент. Соответственно, нам нужно с вами наметить точки, с которыми мы будем работать. Вот так вот я его разметила. Что я теперь делаю? Я теперь выбираю все эти точечки и заливаю их средним цветом. Так, теперь я беру инструмент лассо и вот эти точки заливаю более темным оттенком. Вот такой он у меня получился. Вот сюда светленький и вот сюда тоже светленький. И теперь еще нарисую дополнительный блик. Блик буду рисовать перышком. Вот сюда. Вот такой блик. Он будет белого цвета. И для того, чтобы он туда лучше вошел, эффект размытия по гауссу. Здесь его подстраиваете. Говорите окей. И вот он получился. Его можно подвинуть. Вот такое объемное сердечко с переливами у меня получается. Как видите, достаточно быстро и просто. Теперь будем делать меховое сердечко. Здесь все немножко посложнее, но все равно не менее интересно и не менее здорово. Так, мне понадобится одно сердечко, а второе я из него сделаю разомкнутый контур, а именно путь. Вот здесь в ластике есть такой инструмент ножнички. Мне нужно разрезать. Сейчас я чуть-чуть присмещу вот эту точку. Вот видите, я разрезала. То есть у меня теперь это не замкнутый контур. Я это сделала специально. И мы можем вот этот контур немножко сделать поменьше. Так, теперь два сердечка. Сначала одно сердечко. Ему дам цвет контура. Точнее нет, не контура. Цвет основы градиентом. Та-дам! Так, убираем цвет контура. И теперь сейчас настроим градиент, исходя из наших с вами цветов. При этом я его настрою. Сейчас этот как более светлый. Вот этот даже можно убрать. Увеличить количество светлого. Можно вот так белый добавить. А второй у меня будет более темный. Соответственно, этот я убираю. И добавляю вот так. Вот такие два у меня. Получается сердечко. Но и то, и то с градиентным переходом. Потому что мне это нужно для красоты. Еще будет очень интересно, если сейчас направление градиента поменять. Давайте мы сделаем здесь вот так. А здесь сделаем вот так. Теперь берем два этих сердца. Объект, переход, создать. Объект, переход, параметры перехода. И здесь я задам заданное число шагов и задам пятьсот шагов. Нажму окей. Компьютер в этот момент задумается. Вот произошел красивый аккуратный переход. Собственно, что нам и было нужно. Теперь я выбираю мой переход и мой объект. Объект, переход, заменить траекторию. Вот такая штука у меня получилась. В принципе, уже красиво и уже можно это оставить. Но я бы хотела добавить еще эффект исказить и трансформировать огрубление. Компьютеру очень тяжело. За счет того, что он скопировал большое количество деталей, он тяжело думает. Поэтому надо просто к этому отнестись с пониманием. Еще у меня сейчас параллельно запущен процесс записи видео, и ему тяжело. Очень много элементов, которые нужно обработать, и он задумывается. Но все равно справляется. Пока думает. Главное не торопить. Да. Окей. И вот у нас с вами получилось. Чуть-чуть сейчас поменьше сделаю. Два прелестных сердечка, которые мы сделали, по сути, возможностями программы Adobe Illustrator, потому что здесь использованы классные приемы. Одно для создания объемов, и это не просто градиент, это градиент по сетке. И второй это меховое. Имитация мехового, конечно же, эффекта. Это не сам мех, но все равно они вот так прекрасно и интересно смотрят. Обязательно попробуйте, порадуйте близких, покажите всякие разные красоты. И, как видите, даже несмотря на то, что нету сердечка в основных базовых фигурах, его очень просто и быстро сделать. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и не забудьте нас зажать на колокольчик об уведомлениях, чтобы видеть новые видео на канале. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. Пока-пока.